Мам, мам, а где папка? Хватился, засмеялась мать. Что же он с тебя ждать станет-то, а? Будили, будили, а ты чурка-чуркой, только и мычишь. Мам, а он на рыбалку пошел? Да. Только ему и делов, что на рыбалке сидеть. Вон баня неконопаченная стоит. Мох из лесу сам не придет. Ага. У него ж ног нету. Это ты его в лес погнала? Я знаю. А мы с ним хотели под Нырково идти. Там, говорят, платва стала брать. Обиженно протянул Митька, стараясь растравить себя на рев, чтобы хоть этим как-то досадить матери. Но зареветь ему так и не пришлось. А ты что, не умывахой бродишь тут, а? А ну, марш в избушку. И Митька юркнул в избу. Окунув кончик носа в пригоршню воды, благо мать не видит, Митька отправился на огород. Там прислоненные к новой бане возвышались как антенны, отцовые удочки. Сразу за огородом начинался лес. Митька уселся на изгородь и уставился на лесную дорогу. Не покажется ли двухколесная тележка, которую всегда брал с собой отец, отправляясь за хворостом, палым листом, или, как сегодня вот, замхом. Еще не вылупившиеся из почек листики уже высунули еле-еле заметные клювики. И эта почти неприметная зелень, разбрызганная по веткам, казалось, окрасила и самый воздух в нежно-зеленоватый цвет. Стука отцовой тележки слышно не было. Митька натянул воображаемое поводье, ударил пятками по жердине, и та, заржав, понеслась вскач. И гу-гу! Зажмурясь орал Митька, мчась навстречу душистому майскому ветру. Добрый конь взлетал выше леса стоячего, чуть пониже облака ходячего, ну, совсем как конек-горбунок. На соседнем огороде вдруг появился Лерка. — А ну, прррр! — крикнул Митька. — Чего тебе, а? — Давай еще покатаемся, — предложил Лерка, усаживаясь на жердину позади Митьки. — Куда поедем, а, Митька? — Под Нырково. Там платва берет, — ответил Митька, барабаня пятками. — А давай мы взаправду под Нырково пойдем. Митька сразу же осадил коня, как это ему самому в голову-то не пришло. — Пошли! У меня Лерка и червяки накопаны вот. За конюшни брал. Красные такие! Вертки! Ух! По дороге в деревню, мыча и блея, уже возвращалось с подбище колхозное стадо, когда приятели устало брелись рыбалки. Дурашливо толкались овцы, вдумчиво пережевывая жвачку, двигались степенные коровы. Закатное солнце золотило спокойные глаза животных. Легкий голубой туман колыхался над отдыхающими от тракторного грохота полями. И ветер утихомирился. Митька и Лерка мрачно молчали. Только у своего дома Лерка сказал. — Я сперва пообедаю, а потом сразу поужинаю. — И я так-то! — ответил ему Митька. — Мало! — с сожалением протянул кот, когда Митька отдал ему свой улов, разъеденного с мизинец окунька. — Обжора ты! — рассердился Митька. — Лерка своей кошке и вовсе ничего не принес. А ты мне тут... — Мя-а-а-ла! — Маловато тебе будет, да? — Ну на! Ешь уже! Мать даже и не заметила появления Митьки. Она возилась у печки, то и дело поворачивая к мужу разгоряченное лицо. — Ух, налетишь ты на пятьсот рублей! «Помяни мое слово! Он недавно наши бабы рассказывали. В Клочкове мужик тоже лося убил. И что? Корову продал, порося годовалого тоже продал, курей и тех продал. Еле-еле рассчитался!» Митькин отец сидел за столом и, отхлебывая горячий чай, весело подмигнул застывшему на пороге сыну. «Нет, бывают же такие несчастливые дни, ну вот прям как сегодня. Утром проспал отца, как дурак проторчал у речки целый день. А тут, оказывается, отец лося убил. И он, Митька, узнает об этом самым-самым последним. «Пап, пап, а? Папка, а где лось-то? Посмотреть бы!» Отец сразу же смеялся. «Эх, опоздал, брат. В погреб мясо уже убрали. Ступай в дровяник. У стенки за поленницей голова и шкура. Потом так же дровами и заложи». «Придержал бы язык, — покачала головой мать. А ты, парень, смотри, никому не гу-гу». «Сам знаю. Не маленький уже». Митьку даже в дрожь бросило, когда он увидел страшную гурбоносую морду с гневно раздутыми ноздрями. Из-под полузакрытого века, как живой, смотрел на мальчика темный и влажный глаз. Больше Митька глядеть не смог. «У, здоровущий-то какой!» — сказал он, вернувшись. «Это лосиха, — поправил его отец. — Повезло мне. Я ведь для чего ружье-то прихватил? В глухариной паде на дня волка видели». «А вместо волка лосиха попалась? Вот это здорово!» — сказал Митька. «И ты, значит, пулей ей прямо в сердце попал?» «Вроде того!» — снисходительно усмехнулся отец. «И неужто с одной пули убил-то?» — добивался Митька, громоздясь с ногами на табуретку. «Дурачок! Ясно дело! С одной! С такими пульками всяк зверь наш!» «Но страху все же натерпелся! Я ее далеко заметил еще. Стал обходить, чтобы против ветра зайти. А она, да чего же чуткая, напрямик через кусты, да и на меня. Озверела, глаза выкатила, зубами клацает. «Я, не будь дурак, засосну. Гляжу, а она на дыбки, как начала передними ногами молотить. Норовит меня копытом треснуть. А копытище у нее... Ого!» Он взял в обе руки тарелку и показывает. «О! Не меньше!» «Ну, тут я ее и того! Убил, значит!» «И думаю... Батюшки! Куда же мне с ней теперь деваться-то, а?» «А, семь бит, один ответ. Освежевал прямо на месте. Да в два раза и привез. И сверху мхом закидал. Митька сразу же вспомнил эту страшную голову и представил, как она ощерилась и вдруг зашевелилась и с уважением уставился на отца. «Да чего же он у него смелый! Смелый папка! И самый сильный в колхозе! Недаром кузнец!» Восхищенный Миткин взгляд привел кузнеца в смущение. «Ты чего это, сынок? На меня так возрелся-то! Я ведь не кино тебе!» Мать поставила на стол сковородку, на которой трещало жареное мясо. «Ну, мужички мои, давайте-ка свежатину есть. Молодая лосиха, мясо мягкое, жирное!» Ужинали молча, обжигаясь и дуя на горячие куски. «Митька! Митька!» — заорал под окном вдруг Лерка. «Выходи скорее!» «Ешь, ешь! Успеет твой Лерка!» — заворчала на него мать. Митька заерзал на месте. «Я уже наелся! Хватит!» «Митька! Чего-то нужное скажу! Давай выходь!» Надрывался над окном Лерка. Мать зажала уши. «Иди уж, иди! А то, видишь, как орет!» «Мить!» — захлебуясь от волнения, зашептал Лерка. «Я сейчас видел! Полесник лосеночка принес! Живого! Такого хорошенького! Айда к нему! Да я за тобой и прибег!» Добежав до лесниковой избушки, приятели влезли на завалинку и прижались к мутному окну. Они не заметили, как на крылечке показался лесник. Посмеиваясь, он слушал дружков и вдруг гаркнул. «А вы что тут делаете?» Ребята сразу же воробьями слетели за валинки. Но, увидев, что старик смеется, осмелели. «Дядь Алексей... Алексей Иосеевич, у вас лосеночек есть? А похлядеть можно?» «А что ж на него поглядеть-то? Больной он! Ножку повредил!» «Вот чего, Митюнька, слетай-ка ты домой, да скажи своей матери, что я прошу у нее литр молока!» «Я сейчас! Мы бегом!» «Это он, наверное, лосенку молоко-то берет!» На бегу поделился своими соображениями Лерка. «Ну, ясно, не себе! Он ведь маленький!» Когда Митька с отцом вошли к леснику, тот сидел на корточках перед лосенком и совал ему хлебную жвачку. Лосенок слабо, но упрямо отворачивал мордочку. «Вот не было у бабы хлопот», — улыбнулся лесник, увидя Митькиного отца. «С прибавлением семейства тебя, Алексей Иосеевич!» — пошутил отец. «Вот молока тебе принесли!» Сын прибежал и кричит, «Алексей Иосеевичу молока! Лосенок у него!» Ну и забрало меня любопытство. «Да и думаю, схожу, в чем там дело. Узнаю!» Лесник вертел в руках бутылочку с молоком и рассуждал сам с собой. «А как же он из нее пить-то будет? Не сумеет! Ему бы сосанку какую надо!» Отец взял с лавки рукавицы лесника. «А что, если палец от рукавицы на бутылку надеть и дырочку в нем?» «О, дельно! Дельно, говоришь!» — обрадовался старик. Через несколько минут на бутылке красовался крепко примотанный веревкой брезентовый палец. Лесник брызнул молоком в мордочку лосенка. Тот оживился, поймал губами соску и жадно зачмокал. «Расскажи, Алексей Иосеевич, откуда ты его достал?» — спросил вдруг Митькин отец. Лесник помрачнел. «Чего рассказывать? У лосик сейчас самый отел ведь. Ему не более трех день. Как есть новорожденный. Да еще бы он ножку повредил. Может, подвернул неловко как. Может, и зашиб. Долго ли там? Чай не кости, хрошик мяконький. А матку его какой-то добрый человек убил». Лосенок косил на людей темным влажным глазом. И Митька сразу же вспомнил голову, спрятанную в дровянике. «Получается, значит, его отец и есть тот добрый человек, о котором с таким презрением говорил старый лесник. И Митьке сразу представилось, как лосиха, раздувая свои ноздри, бросилась защищать своего лосенка. А тот притаился в можжевельнике, зажмурился, наверное, со страха. «И до чего же обнахалился браконьера-то, да? На месте прамы освежевал его», — продолжал лесник. «Иду я по лесу, а воронье кишки по деревьям растаскивает. А лосенок этот, значит, лежит себе смирнехонько-смирнехонько». «Притулился и не чует, что с матерью сталось. Как его браконьер только и не заметил!» Отец взглянул на Митьку. На побледневшем лице сына синий грозой пылали устремленные на отца неморгающие глаза. «Да если б я знал, вдруг вырвалось у кузнеца». «Что бы сделал?» — спросил лесник. «Да я бы ему руки поотшибал!» — пробормотал отец и вышел из избушки. «Расстроился!» — проговорил Алексей Осеевич. «Я сам, старый дурак, чуть не прослезився. Бессловесное животное, да еще и дитё!» И старик задумался. Вздохнул. «Вот это дела! Один, который убил, сидит себе, лосятинкой закусывает, да и посмеивается сейчас. А другой, вот хоть твой тячка, аж с лица сменився. Потому душу человек имеет. Душу! А есть еще у нас люди, у которых брюхо большое, а душа — смаковое зернышко. «Такие для своего брюха на всякую подлость пойдут!» «Вникаешь?» «А то!» — охрипшим от долгого молчания голосом подтвердил Митька. Утром, как только отец ушел на работу, Митька забрался в чулан. «Ты там чего потерял-то?» — поинтересовалась у него мать. «Поплавок вот никак не найду!» «Если ты у меня опять из бутылок пробки повытаскиваешь, смотри, у меня там парень!» «А нужны мне твои пробки. Я у завмага попрошу. Он мне хоть сто этих пробок даст!» — соврал Митька, пряча за пазуху отцовские патроны. Стайка вспугнутых мальков метнулась от берега, когда Митька продрался сквозь густой вняк к реке. Вдалеке плеснула щука. «Пудовая!» — определил Митька и тут же забыл про нее. Он внимательно, словно впервые рассматривал выглядывавшие из гильз серые тупорылые пули. «С такими пульками всякий зверь наш!» — вспоминал он хвастливые слова отца. «Вот же тебе твои пульки, миленькие!» «А?» — мстительно прошептал вдруг Митька и, размахнувшись, забросил в реку первый патрон. «Бульк!» — булькнул патрон. «Туда вас всех и надо! Где глыбь?» «Все побулькаю!» — ответил Митька. «Вот тебе и глыбь! И тебе!» — приговаривал он, один за другим отправляя на дно отцовские боеприпасы. «Бульк! Бульк! Бульк! Бульк!» Засунув руки в карманы, Митька с независимым видом следил за расходившимся на воде последним уже кругом. И вдруг он испугался. «А что же теперь будет?» «Ох, и всыплет же ему отец!» «А может и нет?» «Еще ни разу Митьку не пороли!» «Да и за что было его пороть?» «А уж теперь-то ему обязательно всыплют!» «И не посмотрят, что я уже большой! Осенью в школу вот уже пойду!» С тяжелым сердцем возвращался Митька в деревню. Одиночество провело его к Леркиному дому. Но не успел он подняться на крыльцо, как на пороге показалась Леркина мать. И сразу зашикала, замахала руками. «Тш-ш! Ступай! Ступай отсюда!» Заболел Валерик. Нельзя к нему. «А что с ним?» Тоже шепотом спросил Митька. Леркина мать сморщилась и тоненьким голосом жалобно сказала. «Доктор был, сказал, корь! Корь у него!» «С Леркой, что ли, подрался?» Удивилась мать, когда Митька тихо вошел в избушку и смирно уселся на лавке. «Не, Лерка больной лежит. Чего это? С крыши, что ли, опять сверзился?» Митька с укором взглянул на мать. «Доктор был, сказал, корь. Корь! Ахнула мать. «Ты смотри! Смотри мне! Не ходи туда! Я сама к ней наведаюсь. Может, что и помочь надо!» Когда пришел отец, Митька, глядя на его чумазое лицо, почувствовал жалость. «И зачем же я его патроны утопил?» Митька вспомнил, как было обидно, когда мать сожгла в печке его кнут, которым он нечаянно свалил со стола чашку. Улучив минуту, когда мать вышла, отец наклонился к Митьке. «Митюнь, ты не проговори с Алексея Сеевичу, а то неприятность может случиться!» И от этого торопливого шепота Митьке стало противно. «Сам знаю!» – грубо ответил он, и, подойдя к отцу, глядя ему прямо в глаза, медленно проговорил. «А лосих ты больше убивать не будешь! Я твои все пули в речке утопил!» «Что?» – грозно сдвинул брови отец. Митька сжался. Но отец отвернулся и стал резать хлеб. А уходя на работу, как всегда, улыбнулся и потянул Митьку за вихр. «Не будет драть! Боится, что я леснику расскажу!» – подумал Митька, но от этой мысли ему нисколько не полегчало. Нога у лосенка зажила. Всякий раз, когда Митька приносил молоко, лосенок бежал к нему и подставлял лопоуху и свою голову, ожидая, что Митька будет чесать ему прямо в лоб. А лесник жаловался Митьке. «Сил моих совсем не стало. Прокозлив больно. Иду с обхода, а сам в уме прикидываю, шо он тут нахозяевал. Нахозяйничал тут, а? Занавеску с окна содрал, косяк у двери погрыз, табуретку вон всю искорожил. Ему все это игрушки, а? Шо ты будешь делать? Наконец, после того, как лосенок изживал рукав у тулупа, старик выселил его из избушки и поместил в сарайчики. Теперь Митька целыми днями околачивался там. Заботился, чтобы у лосенка всегда была свежая вода. Таскал ему охапками молодую траву и ольховые веники. Карманы Митькиных штанов промаслились и заскорузли от припрятанных блинов и лепешек. Шо ж это такое делается, отец-то, а? Пожалуйста, как-то мать. Митька он вовсе от дома избился. Только поесть да поспать является. Хлеб вон весь из дому тащит. Все лосенку этому. Отец взглянул на уткнувшегося в тарелку сына. Пускай ходит. Алексей Осиевич, кроме хорошего, ничему его не научит. А про хлеб зря оговариваешь. Они лося выхаживают. Этого Митька не ожидал. Совсем. Он поднял на отца глаза и увидел, что тот улыбается и вроде чем-то обижен. Совсем недавно Митька мечтал скорее вырасти и стать таким же, как отец. Высоким, широкоплечим. Да и не только мальчишки преклонялись перед силой отца. Митька видел, что взрослые, встречаясь с ним, восхищенно улыбались, глядя на его богатырское сложение. И ласково ругались. Ну и чертушка! А вот теперь Митька узнал, что отцова сила ничего не стоит. Сильнее оказался лесник. Хорошо бы скорее состариться и стать таким же, как старый лесник. Вдруг подумал Митька. Представляя себе, как это получится, Митька сразу сгорбился и выставил вперед подбородок. И, ухватив себя за воображаемую бороду, Митьку закряхтел. Ты чего там кряхтишь? Встревожилась мать. Живот болит, что ли? Этот вопрос матери вернул Митьку к действительности. Ничего не болит. Хочу и кряхчу. А ты мне завтра косу дашь? Мы с лесником пойдем сено лосенку на зиму припасать. А меня возьмете с собой? Вдруг откликнулся отец. Помогу старику. Не в его-то годы козой махать. А из тебя такой себе косец. Пойдем, разрешил ему Митька. Отец поднял Митьку раным-ранним утром. На улице еще никого не было. Только из труб уже выкарабкивались кудрявые, как барашки, дымки и тихо разбрыдались по чистому небу. Не поспевая за отцом, Митька в припрыжку бежал рядом. Отец пошел тише. Митюнь, сдается мне, что променял ты меня на своего лесника. Он тебе роднее стал, что ли? Митька растерялся. Что ж, молчишь? Думаешь, не вижу? И долго ты меня будешь за лосиху эту казнить? Я ведь и сам не рад, что такую подлость делал-то. Эх, Митюнька, строгий ты такой растешь. Не в меня прямо. В первый раз в жизни отец обращался к Митьке, как к большому, взрослому. Мальчику захотелось рассказать ему все. Все, что передумал он за это время. Но оказалось, что он не знает таких слов, которыми можно было бы выразить свои мысли. И Митька, запинаясь, смущенно сказал. Ты, папка, здоров ты больно. Черные брови отца полезли вверх. И, рассмеявшись, он покрутил головой. Ну, что я с этим теперь поделаю? Вот беда-то. У Алексея Ясеевича была на примете большая лесная поляна, заросшая сочной и густой травой. Митькин отец из уважения уступил первый прокос старику. Полесник скинул пиджачок, поплевал на ладони и взял косу. Ну, коси-коса, пока роса. Вздрагивая от осиного жужжания металла, нехотя ложилась трава. Кузнец пропустил старика шагов на пять и также, поплевав на руки, взмахнул косою. Высоким, звонким голосом запела отцовская коса. Ряд за рядом падали травы. Осыпая росу, навзничь запрокидывались душистые головки лесных цветов. Дойдя до конца прокоса, Алексей Ясеевич остановился. «Ну все, отмахался я!» Задыхаясь, проговорил он и сел на землю. «Сиди, сиди, старый! Без тебя управимся!» Крикнул кузнец. Улыбка не сходила с его лица. «Ях! Их! Их!» С придыханием выкрикивал он при каждом взмахе и встряхивал головою, чтобы откинуть свисающую на глаза влажную кудрявую прядь. «Вот она, молодость-то! Силушка-голубушка! Не то, что у меня!» Шептал себе Алексей Ясеевич, и Митька заметил в его глазах слезы. «Сей-сей-ич! Это хорошо сильным быть?» Тихо спросил Митька. Не отрывая взгляда от Митькиного отца, старик ответил. «Это смотря, кому сила дана. Бывает сила, от которой другим могила, а та сила хороша, когда при ней душа». Как-то вечером, когда в доме уже собирались спать, пришел лесник. «Дорогому гостю, почет и уважение!» поприветствовал его отец. «Я к тебе это, по делу!» Озабоченно сказал лесник. «Я тут это, волчье логово нашел, с волчатами. Откуда к нам нанесло? Не знаю. Изничтожить надо бна, а то наделают они тут делов. Пойдем завтра, а? Годков бы пять назад, я и сам бы за милую душу управился. А сейчас уже и глаза не те, и руки, словно кур воровал. Он, все трасутся». Отец вздохнул. «Я бы с радостной душой, да нечем. Все мои боеприпасы это только дроп утиная, да и все». «А где же твои пули?» вмешалась друг мать. Митька помертвел при этом. Сейчас отец расскажет, как Митька утопил такие нужные ему пули. Лесник ни за что не простит такого. Но отец, искоса взглянув на Митьку, развел руками. «Отдал я их охотнику заезжему». «И как же теперь?» огорчился старик. «Из гвоздей картечи давай наделаем», сказал отец. «Ружью от этого, правда, вред, да и шут с ним». «Лады тогда, на свету и двинем с тобой», согласился с ним лесник. «Митюнька, Митюнька, вставай же, вставай уже», будила сына мать. «Отец за лошадью приходил, волков везти. Сейчас привезут, беги смотреть». Кроме колхозников, ушедших в поле, вся деревня была на улице. «Везут, везут», вдруг заорали все ребятишки, разглядев показавшуюся из лесу лошадь. Старая гнидая кобыла храпела, рвалась из-за глобель, пугливо, кося глазом. Алексей Иосеевич до отказа натягивал вожжи. С затка телеги свешивались лобастые головы двух убитых волков. Между ними кучей лежали мертвые волчата. А за телегой шел отец. Рубаха облепила потное его тело, и было видно, как перекатываются на груди и руках крутые мускулы. Когда остановились, колхозники обступили телегу, разглядывая зубастые морды. Благодарили все Митькиного отца. А он улыбался, и, вытирая кепкой шею и лоб, искал глазами кого-то в толпе. И вот его взгляд встретился с глазами Митьки. В один момент Митька очутился же рядом, и отец надел на него ружье. А мать стояла на крыльце и, смеясь, махала рукою. На фасу онилась, подумал Митька, увидев на матери праздничную шелковую косынку. Проходя мимо Леркиного дома, Митька с надеждой поглядывал в окно и увидел среди красных гераний бледное лицо приятеля. Лерка, тыча пальцем то на телегу, то на кузнеца, делал испуганные глаза и, прикладывая руку к щеке, качал головою. Митька понял, что Лерка показывает. Да чего страшны убитые волки и какой храбрый Митькин отец. Митька потянул отца за рукав и показал на Лерку. Отец засмеялся и помахал ему кепкой. В Митькином сердце запели всякие птицы. Он ухватился за отцовую руку и взглянул на него уже восхищенными глазами. Ты чего так на меня уставился, сынок-то? Я ведь тебе не кино. Потом нагнулся и тихо спросил. Теперь я уж не в долгу перед лосями. Как ты думаешь, а? На этом и заканчивается этот аудиорассказ. Автор Лихачева З.А. Охотничьи просторы номер 19 1963 год. От себя хочу сказать Волки спасли от неминуемой смерти. Случай в тайге. Хочу поведать вам историю друга моего отца. Сразу предупреждаю, любителей страшилок всяких там разных и пощекотать нервы. Эта история не для вас. В ней нет страшных вот этих моментов, чертей, домовых, демонов. В ней нет колдовства и порчи. Ну, а она и не без мистики. Это история про жизнь. Жизнь, где мы, люди, порой страшнее всех живых. Начну с того, что в начале восьмидесятых мой отец уехал на заработки в тайгу. Куда-то далеко-далеко в Сибирь. Там он подружился с местным жителем. Назовем его Андрей. Имя я изменил. Ну, и сдружились они там. Прям не разлей вода. Все два года, что папа там проработал, они были вместе плечом к плечу. И вот пришло время уезжать. И с тех пор они не виделись лет двадцать пять, пока по воле судьбы вновь не встретились совсем случайно на одном из московских рынков. Все как полагается, пошли отмечать встречу в кафе за бутылкой. Ну, и когда присели, отец заметил, что на правой руке у него нет двух пальцев, указательного и среднего. А что случилось, поинтересовался папа? Ой, расскажу, не поверишь, ответил Андрей. Ты же знаешь меня, тебе я верю и верил как никому другому. Да и не лгали же мы друг другу никогда. говорил отец. Ну, ладно, тебе расскажу, но до этого дня я никому этого никогда не рассказывал, чтобы не смеялись надо мной и не принимали за какого-то там сумасшедшего, сказал Андрей и начал свой рассказ. Далее рассказываю сего слов. После твоего отъезда года через два к нам в село переехал один толстосум. Восстановил там хозяйство, колхоз, накупил тракторов, скот, мелко и крупно рогатый и потекла умеренная жизнь. Многие ушли к нему работать. Небольшой, но стабильный заработок. Мы все были довольны, несмотря на то, что этот богат чувствовал себя у нас богом и хозяином всех и вся. Пуп земли, так сказать. Вредным был до посинения. Но мы терпели, что тут сделаешь, деваться то некуда. Так он вообще взбесился, когда начал пропадать его скот. Свалили на волков. Ну и вправду, скорее всего, они, так как останки скота часто находили в лесу обглоданными. Ну и назначил он награду за каждую голову убитого волка. Ну и понеслась прям золотая лихорадка по тотальному истреблению волков в нашей тайге. Ну и я, конечно же, тоже не остался в стороне. Халтурка-то она никогда не помешает, сам знаешь. И дошло до того, что мы с мужиками разделились на две команды и начали соревноваться друг с другом. Кто больше голов принесет к вечеру. Спорили мы на три бутылки водки к вечернему застолью. Первый день наша команда проиграла, и мы с мужиками договорились пораньше встать и уйти вглубь леса, чтобы побольше настрелять. Встали мы на рассвете, собрались и отправились в путь. День начался довольно-таки удачно. Уже с самого утра мы успели подстрелить троих. А дальше тишина. Вот уже несколько часов ходим-бродим и ни одного волка. Но мы решили отдохнуть маленько, перекусить. А недалеко под большим камнем пещерка была. А оттуда волк выходит и рычит на нас, что показалось очень странным, так как они обычно при виде людей просто убегают. Ну, я недолго думая пристрелил его метким выстрелом прямо в голову со словами «Четвертый готов». Поели мы, оставили тушу лежать. Мы потом на обратном пути собирали их, соорудив настилки из хвороста. Ну, чтобы не тягать за собой. А так раз махом одним собрал и все. Практично так сказать. настреляли мы еще двух и решили уже идти домой, по дороге собирая кровавый свой урожай. Когда мы дошли до места нашего привала, я встал как вкопанный. Трое волчат впились в грудь мертвой матери волчихи и пили молоко. И эта сцена меня как гром ударила. Поразил очередной выстрел дробовика и слово одного из мужиков сразу же вспомнилось. Одним выстрелом троих завалил. Маленькие тоже готовы. До сих пор вспоминаю аж аж шерсть встает. Я сразу же бросился к волчатам. Подхватил одного еще живого на руки и представь маленький комочек шерсти истекая кровью умирал прямо на моих руках. Своими глазками пуговками он смотрел прямо мне в глаза после чего лизнул мне руку. закрыл глаза из которых выступили две маленькие капельки слез. И его сердце после этого перестало биться. И я помню как начал орать. Это же ребенок. Вы убили ребенка. Вы убили невинных детей. Они же ведь дети. Они совсем ни в чем не виноваты. Какая разница человек или волк. Дети все одинаковые. После чего я подскочил и начал бить всех подряд без разбора. Чем попадется. Я как с ума сошел. Пока меня не схватили и я немного успокоился после этого. И что ты думаешь? Они и их собрали скинуть до кучи. Я опять как с цепей сорвался со словами. Не троньте их, а то всех тут перестреляю. Мужики оставили меня со словами. Ну и оставайся с ними. А мы пошли. Я остался один. Я вырыл могилку, похоронил их все вместе, маму и ее детишек. Долго я сидел у могилки и просил у них прощения. Как сумасшедший просил. И вот уже начало темнеть. Я отправился домой. Постепенно я начал забывать уже об этом случае, но на волчью охоту больше никогда не ходил. Ни за что. И вот прошло уже несколько лет. Зима, работы нет, а семью-то надо кормить. Я отправился на охоту зайчика подстрелить. Ну и оленя там если повезет. весь день я бродил, но ни одной живности в округе так и не нашел. И вот я уже собирался было домой, как разыгралась огромная снежная буря, до такой силы, что дальше носа вообще ничего видно не было. Ледяной ветер пронизывал до самых костей. я чувствовал, что начинаю замерзать. И если вот в ближайшее время я не очучусь дома, то умру здесь от переохлаждения. Ничего не оставалось мне, кроме того, как идти домой наугад. вот так я побродил в неизвестном направлении несколько часов, пока уже не понял, что я окончательно заблудился. Силы покинули меня, и я грохнулся прямо в снег, не чувствуя ни рук, ни ног. Не мог даже пошевелиться, лишь только изредка поднимал свои вики с мыслью еще раз посмотреть на мир, на небо перед смертью. Буря прекратилась, вышла полная луна, но сил уже совсем не было. Оставалось мне только лежать и смирно ждать своей смерти. И когда в очередной раз я открыл глаза, передо мной стояла та самая волчица со своими волчатами. Они просто стояли и смотрели на меня со стороны. И помню мысль, что пробежала у меня в голове. Я это заслужил. Все, можете забирать меня. Некоторое время спустя они развернулись и поднялись на холм. Но что самое интересное, в полной тишине я не слышал ни их шагов. Не оставалось даже после них следов. Ход времени будто как замедлился. И я чувствовал каждую секунду жизни. Как вдруг гробовую тишину перебивают вой волков и ни одного, а целой стаи. И я смотрю на холм, куда скрылись мои призрачные гости. А оттуда спускается целая свора волков. Ну все, подумал я. Вот она, моя смерть. Съедят меня сейчас здесь заживо. Все, не поминайте лихом. мыслей у меня не было даже потянуться за ружьем. Вообще ни единой мысли. Я полностью лежал расслабленным и преданным, что сейчас меня заберут. Так как руки меня уже давным-давно не слушались, тем более. Мне оставалось только лежать и наблюдать, как смерть приближается ко мне все ближе и ближе. И вот один уже у моих ног следом подошло еще волков десять. А я бормочу себе под нос и бормочу. Ну что, давайте. Чего ж вы ждете? Жрите меня, пока тепленький. А они стоят и смотрят на меня. Тот, что стоял прямо у моих ног, залез на меня и лег на живот. Следом смотрю, второй лег и третий. И так они облепили меня со всех сторон. Я не верил. Я даже думал, что я сплю, может, брежу. Но они все легли вокруг меня. От ног до головы я оказался в живой шубе из волков. Их тепло со временем вызвало по всему телу невыносимую боль. Но поверь мне, я был счастлив в тот момент. Я чувствовал себя. Они меня грели. Они спасали меня. За что задавал я сам себе этот вопрос? За что мне все это? А? И я слышал, как они будто общаются между собой. Они что-то бурчали друг другу. И я помню, как я подумал. Они разумные. Они разумные существа. И спасают убийцу своих сородичей. И на этой мысли я заснул. Проснулся я утром от криков мужиков села, что вышли меня искать. весь снег был вокруг меня в волчьих следах. Я поднялся и двинулся кое-как им навстречу. Безоблачное небо и яркое солнце. Я видел это своими глазами и понимал, что я жив. Я остался жив. И это просто чудо. вот именно тогда я и потерял два пальца от обморожения. Думаю, это единственное, что мои спасатели не прикрыли собой. Как видишь, они уже никогда не выстрелят из ружья и никогда никого не убьют. на подъеме и заканчивается аудиорассказ. Слушайте также и другие аудиорассказы по ссылке в описании. Под видео есть плейлист называется «Все мои аудиокниги». Там целая библиотека рассказов. Я думаю, там вы точно найдете для себя еще что-нибудь интересное. Волчатники Автор Василий Тихоновец Если вы собрались в кругосветное путешествие на собственное